Айфон, планшет, компьютер. Современные дети сегодня в совершенстве владеют всеми этими устройствами. Но как влияет такая техника на развитие подрастающего поколения? О плюсах и минусах гаджетов Ксения Бородкина. До игрушек уже никому нет дела. Они пылятся в стороне. Сестры Маша и Лена увлечены новым занятием. Играют в компьютерные игры. У каждой свой гаджет, чтобы не ссорились. Вот я люблю... Я сейчас буду в нее играть. Это была моя любимая игра. Вайнкрафт и Анжела – моя любимая игра на планшете. Ну, наверное, мы бы играли целый день, пока не сломался планшет. А потом мы бы клянчили новый планшет. Родители девочек не ограничивают в пользовании современной техникой. В доме есть всевозможные гаджеты от телефонов до ноутбуков. И всем этим девочки владеют в совершенстве. Папа и мама лишь ввели временной ценз на пользование гаджетами в день. 21 век наступил, поэтому обязательно надо знакомить с новыми технологиями, с гаджетами, учить жить в современном мире, который без этих всех устройств сейчас уже, в общем, не представляется возможным. Но ограничивать нужно обязательно. Я согласен с точкой зрения многих великих умов и ученых современности, что чем позже в жизнь ребенка войдут гаджеты, и чем меньше времени он будет на них тратить, по крайней мере, вот в таком замечательном возрасте, тем здоровее будет человек и крепче будет его психика. И действительно, даже сам Стив Джобс, один из основателей корпорации Apple, запрещал своим детям пользоваться айфонами. Он считал, что это вредит здоровью подрастающего поколения. Такого мнения придерживаются и другие гуру из мира эти технологии. Ассоциация педиатров разработала рекомендации для родителей. Советуют малышам до двух лет вообще не давать гаджеты. Детям от трех до пяти лет пользоваться планшетами можно не больше одного часа в сутки. Ну а школьникам сидеть за компьютером стоит не больше двух часов. Без вреда для здоровья. Но на деле эти правила нарушают. Полностью оградить ребенка от гаджетов сегодня уже практически невозможно. На уроках они работают с интерактивными досками, электронными учебниками. Домашние задания зачастую приходится делать в интернете. А количество детских онлайн-игр и вовсе не счесть. По мнению врачей, такая интернет-активность может вызвать психические и физические расстройства. Здесь можно говорить о полноценной компьютерной зависимости, интернет-зависимости и так далее. Дело в том, что у ребенка есть возможность в интернете жить, можно сказать, несколькими жизнями. Возникает такой эффект, как расщепление личности. Кроме того, он там, скажем так, действует анонимно. Возникает, опять же, такой эффект, когда у ребенка снижается способность к распознаванию эмоций. Если при живом общении человек, ребенок этому научается распознавать человеческие эмоции, при использовании гаджетов эта способность снижается. Компьютерные игры с элементами жестокости могут развить у ребенка агрессию. Кроме того, такая техника снижает зрение, малоподвижный образ жизни ведет к ожирению. Поэтому родителям стоит занять ребенка более активными видами деятельности – секции, кружки и прогулки. Запрещать гаджеты тоже не стоит. Без них уже никуда. Помните, главное – соблюдать баланс. Ксения Бородкина, Александр Кабукин. Новости ОТС.